Подумать, что все будет так. Казалось, все это так далеко от нас. Какие-то волнения, какие-то люди с автоматами и под черными знаменами. Считали это где-то далеко, по ту сторону телевизора. Наш городишко был слишком маленьким, чтобы это коснулось нас. Ведь о каком противостоянии могла идти речь, если с сапожником с окраины ты вместе ходил в школу, а с детьми пекаря на соседней улице уже твои дети по вечерам играли в футбол. Как наивны мы тогда были. Я помню тот вечер, последний спокойный вечер. Мы использовали все мои накопленные выходные и уехали в отпуск. Долгий отпуск, второй медовый месяц, как называла его моя жена. И вот мы вернулись. Это был последний вечер, когда я мог сидеть дома и просто смотреть телевизор. Анвар, милый, иди спать. Тебе завтра рано на работу. Ты забыл уже? Да, конечно. Просто решил войти в курс дела. Почти месяц не смотрел новости. И что там? Да ничего важного, уже выключил. Салам алейкум, Вазир, уважаемый. Анвар, рад тебя слышать. Уже едешь на работу? Да, капитан, еду. Первый день после отпуска. Тогда поторопись. За месяц, что тебя не было, много всего произошло. Приезжай, возьмем служебную машину и проверим окраины. Жители звонят. Говорят, там какие-то люди странные ошиваются. Хорошо, Вазирога. Еду. Всем привет, ребятки. С вами Росси. Сегодня мы с вами посмотрим игру, стратегию под названием Сирия. Русская буря. Это игра от русских разработчиков. Ребята получили доступ в Steam Greenlight. И сейчас их игра находится в Steam. И стоит около 10 долларов для покупки. Как вы понимаете, или как вы могли догадаться, эта игра рассказывает нам про события в Сирии. И, как я понимаю, сейчас как раз освещается только само начало этих событий. Наш главный герой это полицейский в одной из деревень, городов в Сирии. И мы после отпуска отправляемся в полицейский участок на помощь, точнее по заданию нашего капитана. Ребят, если вам понравится этот небольшой ролик по этой игре, и вы захотите, чтобы я в нее дальше, играл, я обязательно запишу, обязательно будем с вами проходить вместе. Ну, а пока давайте минут буквально 5-10 посмотрим, что это за игра, какой тут сюжет, как тут все устроено. И потом мы с вами вместе решим. Скажу сразу, что я выключил музыку, потому что музыка до невозможности настолько как бы орет, даже на минимальных настройках самой музыки, она очень сильно раздражает, очень сильно громкая. Поэтому я ее отключил, оставил только внешние какие-то там факторы, типа выстрелы, разговоры, чтобы вы все слышали и все видели, соответственно. Здесь у нас идет, нас учат, как управлять левой кнопкой, правой кнопкой, там камера и так далее. Я думаю, мы это все пропустим. Возьмем нашего бойца, выведем его на улицу, соответственно, и посадим в эту машину. Ах, а можно вообще в любую. Так, давайте максимально приблизим. Мышка немножко. Так, где там у нас полицейский участок? Так, вот он, поехал сюда. Ой, знаете, вот без музыки намного приятней, потому что действительно она очень сильно, сильно очень она убортила атмосферу. Нет, конечно, там такая ля-ля-ля-ля-ля, такая арабская, но не сегодня. Возможно, если я потом с ней разберусь, и пока будет так. Так, мы почему-то сломали забор. Привет, шеф. Добрался? Молодец. Давай, садись за руль и поехали на окраину. Звонил Вахид, начальник отделения полиции соседнего поселка. Просит приехать и лично что-то обсудить. Поедем к Вахиду. Так, чтобы заставить экипаж покинуть машину, ну, это понятно, хорошо. Выходим с машины. Садимся, соответственно, в полицейскую. Эй, шеф, прыгай в машину, поехали. Забираем шефа. Как отдохнул? Ездили к родственникам жены в Ливан. Море, солнце. Хорошо. Только вот домой хотел поскорее вернуться, а то по телевизору всякое показывают. В жизни все еще хуже, чем по телевизору. Какие-то вооруженные люди, неместные проповедники. Соседний полицейский участок взорвали. Военные выставили блокпосты. Да, я видел. А что Вахид? Не знаю, там рядом с его поселком кто-то расстрелял армейскую колонну. Может быть, об этом хочет поговорить? Сейчас узнаем. Стой здесь, жди меня. Я включу рацию на всякий случай. Будешь слышать, что происходит. Шеф, если все так серьезно, может мне с тобой пойти? Нет, жди. Девушки отдыхают. Держите горячим свой чайник, ребятки. Хотя шеф, наверное, уже не вернется, судя по всему. Рад тебя видеть, Вахид. Кто эти люди? Почему они вооружены? Здравствуй, Вазир. Я тоже рад тебе. Это мои новые друзья. Если будешь благоразумен, то и твои. О чем ты? Времена меняются. Эти люди новая сила, и я работаю на них. Пришло время стать свободным, Вазир. У них есть и деньги, и оружие, и бесконечная поддержка извне. Ты смотришь телевизор, знаешь, что происходит. Центральная власть скоро падет. Я предлагаю тебе присоединиться к победителям, пока еще не поздно. Тебя и твоих людей они не тронут. Может, в поселке пару христиан прирежут для острастки, но тебе, по идее, не должно быть дела до них. А тебя сделают главным. Что скажешь? Быстро же ты продался. Все никак не можешь простить начальству, что тебя не сделали полковником и не перевели в Дамаск. Подвернулся случай отомстить, да, Вахид? В мой город вы не войдете. Пока жив я и мои люди, мы вас к себе не пустим. Как глупо, Вазир. Ты зря при них говоришь, пока жив. С этим они быстро разберутся. Ты пойми, остались считанные недели, и Дамаск падет. Мы получили столько денег и оружия, что нас невозможно остановить. Вчера мы разгромили большую армейскую колонну около моего поселка. Сейчас сюда движутся наши основные силы. Танки, машины. Что ты сможешь сделать? Мне надоели эти разговоры! Или он дает команду своим людям сложить оружие, или... Анвар, ты слышал разговор? Возвращайся в участок и объявляй тревогу! Готовьтесь к нападению! Ильяс! Ильяс, брат! Они убили начальника! Эти шакалы убили Вазира! Анвар, что ты несешь? Кто? Я их не видел, только слышал разговор. Вазир говорил, пролюдить с оружием, они требовали, чтобы мы им не сопротивлялись. Выбивай дежурную смену! Занимайте оборону! Я тебя понял. Уже поднимаю. У нас отряд на учение за город с утра уехал. Но там, похоже, связи совсем нет. Попробуй до них добраться и вернуться в город. Мы пока продержимся. Да, я к ним, держитесь! Так, ребятки. Здание отлично подходит для укрытия пехоты. Есть три типа зданий. Легкое, среднее и прочное. Ну, понятно, что легкое это легкое, это все понятно. В общем, полицейский участок это прочное здание, с которого выбираться без надобности не стоит. Вы можете поставить на палубу с помощью пробивания, понятно. Алло, Карим? Ильяс? Чего так рано звонишь? Просыпайся, давай. Бегом на работу. У меня выходной, что случилось? Шеф убит. Какие-то шакаловые отроди напали на город. Анвар уехал за подкреплением, мы заняли оборону в участке. Твоя винтовка у тебя? Конечно, у меня. Все понял. Сейчас с братом будем у вас. Сейчас нам придут братья, помогать еще и участок. Шахиби подходит, когда гонаты в здании. Мишаалла. Да, кто это? Так он? Так он враг от Ильяс. На нас напали. Что? Я слышал выстрелы. Кто напал? Непонятно, но их много и у них есть техника. Вазир говорил, что у тебя во дворе прикопано РПГ еще со времен войны с Израилем. Конечно, прикопано. Какой я араб, если у меня во дворе не прикопано РПГ. Я сейчас буду. Сыновья со мной. Так, вон идут сыновья РПГ. Вот опять полиция с РПГ. Давайте сейчас, чтобы они отработали по этому козлу. По этому двум козлам. Так, пошла перестрелочка. Все. Заходите в участок. Так. Двигатель поврежден. Сюда приехал какой-то джип. Они высадились. Так. Отряд полиции бежит. Ребят, слышишь? Мы с отрядом выборщаемся в блок поста. Убега по пробелу колесо. Военные подогнали на Бурал. На двор, у нас тут бойня. Скорее! Так. Те там штурмуют. Здесь мы держим позицию. Так, дымовые гранаты. В общем, для того, чтобы защитить ваши солдаты или технику, вы можете использовать дымовые гранаты. Стрельба сквозь дымовые завесы ведется очень неточно. Как для врага, так и для ваших войск. Также стреляющим через завесу требуется больше времени для прицеливания. Что важно, дым с высокой вероятностью может сбить наводку управляемых ракет. Хорошо. Так. Продолжаем. Значит, тут все, они к участку подбираются. Наши там братья, сестры все там отбиваются. Нормально все. Здесь дым. Вы здесь. Так. Вот и Анвар подъехал на транспорте, ребятки. Используй транспорт, чтобы, ну понятно, чтобы быстро прибегаться. Деливые дороги. Мы же не дурачки. Так. Давайте кидаем бурал сюда. Займем эти два здания. И будем отстреливать козлов, которые будут сюда к нам подъезжать. Так. Это наши полицейские снайперы. Б. Ганем. Буря 2. Отряд. Загружаем их сюда. Эти ребятки у нас ОСА-2. Они у нас отряд полиции. Давайте их кинем, наверное, тоже в это здание. Так. Подъехал у нас этот. Выгружаем отряд полиции. А этот отряд полиции кидаем сюда. Так. Мы заняли две основных позиции. Отгоняем Ураловичка назад. Вон кто-то возле мечеть, да? Скорее всего, да. Возле мечеть им какое-то движение. Но мы Ураловичка вставали где-нибудь здесь пока. Так. Подошла новая партия боевиков. Наш отряд полиции вступил в бой с правого здания. В левое здание мы сейчас займем. И начнем, как бы, в два стручка иметь этих ребятишек. Так. Это у нас под защитой участок. Тут идут такие вяленькие какие-то бои, если честно. Я не понимаю, где наши ребята. Они уже в здании. Да, они в здании. Что очень... Так, мы пока заняли здание. Здесь у нас сидят 4 отряда. Братья, оставайтесь в здании. Ух ты. Смотрите, сколько этих шакалов. Они, видимо, долго готовились. Участок хорошо защищен. Он не должен пасть. РПГ нормальная, так ответила. Эээ, Ромя. Здание, вот это, сюда стреляйте. Давай, давай, тип с пулеметом, перебегаем. Давайте, сокон, сокон, работайте. Хорошо. Так. Вот и заняли здание. Мы во все стволы просто отстреливаемся. Тигр-1 закончился типом униции. Очень плохо. Они идут на штурм. Давайте, давайте, работайте по этому. Пошли и франаты в наше здание. Огонь. Не дайте, не дайте им занять это здание. Мы должны отбиваться до последнего. Просто должны отбиваться до последнего, ребята. Так, я думаю, вот этот отряд можно вывести. И пускай они помогут выбить этих. Так. Продолжаем, ребята. Сейчас наш отряд полиции подойдет. ОСА-2. Отряд полиции «Быстрый-3». Остается на позиции. Позывнее у них, конечно, шикарное. А, все, мы, в принципе, можем отряд ОСУ-2 не перебрасывать, их не трогать. Такие-то люди с оружием ворвались в мечеть. Они осквернили дом Аллаха. Люди, собирайтесь! Похоже, они ворвались в город с другой стороны. Если они сейчас сумеют там перегруппироваться, то просто пройдут город, как нож масла. Мы должны отбить мечеть, чтобы этого не допустить. Люди, нашу мечеть оскверняют. Мы должны выгнать этих святотатцев во имя Аллаха! Понятно. Новое задание у нас – отбить мечеть и отбить вот этот дом. Ребятки. Так, значит, значит, значит. Кидаем отряд ОСУ-2. Кидаем туда полицейских снайперов. Перебрасываем с участка в здание, где мы забрали нашу ОСУ-2. Значит, этих снайперов тоже я хочу вывести отсюда. В машину кинем туда на мечеть. Здесь мы оставим только РПГшников и отряд полиции самой непосредственно. Я думаю, они все справятся. Сейчас мы быстренько укомплектуем наш Уральчик, который нам подогнали военные. И отправимся куда-то вот сюда. Попытаемся выбить ребят из мечети. Давайте-давайте, кто там? Подъедь их, подбери, блин, что-то как неродной. Кто тут? Снайперов, два человека всего лишь. Давай-давай-давай. Так, тут у нас остались отряд полиции. А давайте туда еще отряд полиции, нафиг. Чем больше людей, тем лучше. Я думаю, ничего не останется с этим полицейским участком. В крайнем случае сможем поставить на паузу и перекинуть вот этих ребят сюда. Я думаю, отряд СРПГ пока справится вполне. Подъедь ближе, подъедь ближе. Давай-давай-давай, подбирай. Подбирай наших пацанят. Оп-оп. Все, все на борту. Полный вперед. Давайте сюда заедем, оттуда начнем штурм. Сразу засунем наших снайперов от издания, а пехотой пойдем мочить. По нам уже работают. С мечети. Так, штурм. Некоторые здания лучше брать штурмом, чтобы сэкономить время и боезапас. Старайтесь использовать для штурма отряда с высоким навыком ближнего боя. Короче, я вот что думаю, ребят. Значит, выходим все, кроме водителей. Значит, отряд полиции. Кидаем сюда гранатку. Потом выбираем этот. И пошли. Все, пошли на штурм. Так, полицейские снайперы. Судя по крикам на улице, люди собираются самостоятельно штурмовать мечеть. Их там просто перестринают. Вы должны им помочь. Заходим. Все, короче, врываемся туда. Кидаем гранату дымовую. Да, слушаем. Адварь, это Матшек Хаджи. Мы сошли идем на штурм мечети. Мы не позволим этим штамм подтвердять наше священное здание. Помогите нам. Все, мечеть взяли, ребята. Теперь нужно отбить всех здесь неверных этих. Я хочу, чтобы снайпера работали по этому зданию. Вот и ополченцы подошли. Давайте один отряд полиции. Двигатель поврежден. Давайте выводим отсюда в один отряд в рукопашку вот это здание. Давайте, 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 пошли, пошли, пошли. Штурмуйте. Все, они пошли на штурм этого здания. Отклад, который тут остался. Отработайте, пожалуйста. Вазир, ответь, это полковник Альдир. Что там у вас происходит? Полковник? Это лейтенант Адварамин. Капитан Вазир погиб. Мы атаковали. Что? Эти шайтаны добрались и до вас? Ах, Вазир был хорошим человеком. Доложите обстановку, лейтенант. С утра нас атакует противник. Какие-то группы террористов, они хорошо оснащены и нападают с разных сторон. Мы удерживаем въезды в город, но не уверен, что продержимся долго. Я тебя понял, лейтенант. Держитесь, я запрошу поддержки у армейцев. Пока вышло вам то, что смогу здесь собрать. Так, подкрепление. В миссиях вы можете вызывать подкрепление. Для этого нажмите соответствующую кнопку, которая появится на панели управления, и перетащите отряд в поле авангард. Каждого вызова отряда из резерва стоит командных очков. Вы можете разместить отряд в качестве десанта в вызываемом транспорте и поменять в нем экипаж, используя кнопку изображения глупы. Давайте используем наше подкрепление. Что мы здесь можем? Значит, это одна машинка Урал будет. Боевая группа. Скажем так, значит, давайте отряд полиции, отряд СРПГ и снайпера. Хотя нахер нам там машина, правильно, ребят? Лучше побольше. Лучше побольше пехоты, я считаю так. Давайте их все, короче, вот так вот. Либо непределенное выполнение текущей. Ну как-то. Ну почему? Ну почему мы не можем? Хорошо, давайте нам снайперы не нужны. Так мы можем. А, всего 4 отряда, ребятки. Всего 4 отряда. Вот так. Ну хорошо, тогда комплектуем их. Это сержант Шарах Мохаммеддин. Мы прибыли. Отлично. Занимайте позиции и готовьтесь отбиваться. Похоже, враг перегруппировывается и скоро снова нападет. Так, ну что? Давайте, значит, укрепим сначала позицию изначально здесь, где мы ее немножко ослабили. И потом укрепим позицию здесь. Так, значит, вот этих стрелков я, пожалуй, тоже... Давайте их тоже, наверное, выведем. Сразу кинем сюда, потому что, мне кажется, они нападать будут отсюда. Соответственно. Жалко, что сюда нельзя сесть. И давайте, наверное, наши снайперы тоже куда-то передвинем. Ближе, ближе, как бы сказать, к боевой этой. Они выдвигаются. Надеюсь, мы все готовы. Нет, не готовы. Ребятки, мы совсем не готовы. Так, отряд полиции сюда. Отряд полиции. Нет, кто тут у нас? Отряд полиции сюда. А этих перекинем, наших снайперов перекинем туда наверх. Выкрепим здесь позицию. Закрепиться на территории мечети, закрепиться на территории участка. На участке мы закрепимся, в принципе. Так, наш газ транспорта мчится вперед. Тут у нас отряд полиции и снайпера. Здесь у нас отряд полиции. И мы их укрепим сейчас снайперами. Как подъедет наша машина грузовая. Очень медленно едет. Очень медленно. И очень. Так, все, снайперы здесь первые пошли. Снайперы вторые. Давай, конечно, да. Самый первый, чтобы мы влезли. Так, я думаю, машину можно бросить. Водители. Это все-таки живые автоматчики. Мы их используем. Вот сюда, пускай они. Быстрый 1, группа. Мотор 1. Все. В принципе, мы готовы, ребят. А я хочу вам напомнить, что это новая русская стратегия. Если она вам понравилась и понравилось, что я в нее играю, выходите, чтобы я продолжал. Ставьте пальцы вверх. И наблюдаем за отражением нашей атаки. Пока языка тачка. Так, вот этими, ребята, с черепами не нравятся. Таких еще не было. Мы идем перестрелочкой. Небольшую, так сказать. Какой-то идиот рвется к нам на машине. Это шагит. Нашина набиток взрочаткой. Стреляйте по нему, пока он нас всех не подорвал. Ага. Все понятно. Это 6, ребята. Первоначально. Ребята, первоначально. Именно в эту машину. Игнорьте всех. Бейте, бейте, бейте. Не дайте ему доехать. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Следующий, 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 следующий. Не дай прорваться. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Он доехал. Обалдеть. Вот это, вот это взрыв, ребята. Вот это взрыв. Работайте, работайте. Давайте бум. Хорош. Отлично. Мне очень нравится. Тут эффекты шахиды так мило взрываются. Да, участок, конечно. Бахнет, так бахнет. Они нам взорвали ползнания. Как-то они так сильно давят, ребятки. Сильно очень давят. Но участок мы потеряли. Это я уже понял. С последних сил отбиваемся. Смотрите, как разворотило ползнание полицейского участка. Здесь разворотило, тут ползнание. Это сержант Абдулла Амани. Меня кто-нибудь слышит? Лейтенант Данвар Амин на связи. Сержант, вы обреченное армейское подкрепление? Не ожидал вас так скоро. Да, нам дали команду готовиться к выдвижению, но блокпост был атакован смертниками БМП. Мы не ожидали такого натиска. Блокпост разрушен. Все наши погибли. Лишь нам с саперами удалось выскочить. Нужна поддержка. У нас не хватит топлива, чтобы до вас добраться. Вас понял, что-нибудь придумаем. Анвар, смотри, вон заправщик деда Хасана стоит. Мы можем его использовать для заправки БМП. Так, расход топлива и заправка. При передвижении техник расходу топлива. Запас топлива показан на панели управления юнитом. Ну, в общем, понятно. Короче, с помощью бензовозов можно заправлять. Все. Слишком. Так, у нас тут есть как раз наш водитель. Алмаз-1. Выходим. Занимаем бензовоз. И быстренько поехали к нашему союзному БМП для того, чтобы его заправить. Ну, что мы там сели уже? Господи, вы бы еще через 4 километра бы обошли бы и попытались бы туда залезть. Давайте, садитесь в бензик. Садитесь. Режим. Есть. Наши в бензике. Поехали. Пока мы тут держим позицию, я думаю, мы без проблем. Доберемся до БМП и его успешно заправим. Так, что у нас тут? Наши тут пока держат. Все красиво. Бэмс. Как мы медленно едем, ребятки. Ну, хотя это же бензовоз. Нажимаем заправить. Режим снабжения. Переключать грузовиков в режим снабжения. Нет, мы в такой режим пока никого переключать не будем. Просто подъедем. И начнем заправлять, соответственно. со стороны вашего блокпоста. Эти шакалы могут и сюда подогнать атаковавшие вас БМП. Так, инженеры. Инженеры могут обнаружить, обезбрежать и ставить мины. Ну, это понятно. Понятно. Давайте мы их выведем. Так. Ага, вот, установить мины. Давайте, где-то вот тут, наверное. Ну, да, жаль-да. Так. Что там наш БМП? Заправлен. Хорошо. БМП вводим. Вводим наш бензин. Амиратно. Ага. Здесь участка продолжаются не очень интенсивные бои. Они потихонечку пытаются все-таки прорваться. Так, БМП проехало. Минки ставим. Что тут у нас есть? Противотанковые мины, противопехотные мины и взрывчатка с радиодетонатором. Давайте сейчас поставим пехотные, противотанковые. БМП пока, я думаю, можно перегнать сюда. Для поддержки штанов, так сказать. Давайте, ребятки, давайте. Стройте, стройте. Они будут мешать нашим инженерам устанавливать минные поля. У нас есть снайперы и отряды полиции. Я думаю, они спокойно с ними справятся. Так, где-то у нас БМП. БМП на подъезде. Держитесь, ребятки, держитесь. Помощь уже близко. Так. Все, мины готовы. Теперь давайте разложим еще противотанковые. И нам бы желательно, знаете, сделать финтушами. Давайте сейчас заберем вот эту легковушечку. Подскочим и заберем наших ребят вот этих. Или наши ребята смогут сесть в этот джип. Да, ребята едут в джип и поедут минировать с другой стороны. Вот, потому что мы же не можем заминировать только как бы одну часть. У нас еще есть вот здесь проходик. БМП повернем. Ребят, я считаю, что это видео однозначно заслуживает лайка. Сделать им неприятно. Так, все. Пацаны наши сели. Давайте быстро их сюда. Быстренько. Так, они помчались. Здесь, значит, мы позамуровывали. Точнее, заминировали все. Теперь давайте отправляемся сюда. БМП у нас есть стойная. Дымовые гранаты, фугасные снаряды, патроны. В общем, все красиво. Давайте, давайте, быстрее. Вот это. Лейтенант. Он, похоже, всех своих людей воспитал под стать себе. В Сирии будет новая власть. И я-то стану большим начальником, потому что успел вовремя перейти на их сторону. А что ты? Неужели ты предпочтешь смерть в этой дыре деньгам и власти? Я не забыл о тебе, лейтенант. Ты убил моего капитана, мразь. Я найду и прихонщу тебя, как бешеного пса. И ни деньги, ни власть тебе не помогут. Когда придет новая власть, мы вырежем вас и ваши сильные, глупец. Но вы и ты не понимаешь, что за нами стоит весь мир. У нас неограниченный доступ к нам. Сколько вы сможете продержаться? Что ты противопоставишь тем силам, что нас поддерживают? Капитан научил меня жить честно. Если понадобится, я честно умру. Мне не о чем с тобой говорить, грязный прихвостник шакалов. Жестко мы его отшили просто. Тем временем мы тут продолжаем минировать активно. Лейтенант, звонят люди. Они видят боевые машины террористов на окраине. Все в укрытие! Тут мы продержимся. Давайте пока кинем туда. Я не знаю, откуда они будут идти. Давайте, у нас здесь есть, там есть. По центру никого. Поставим туда наше БМП. Посмотрим, что с этого выйдет. Так, здесь готово. Давайте еще подставим динамитик. На всякий случай. Есть! Динамитик есть! Так, ребятки. Готовимся к отражению нападения войск. Вон они уже идут, ребята. Ставим паузу. И теперь нам нужно будет перекинуть наших пацанов направо. После того, как мы перекинем наших пацанов направо, мы сможем, в принципе, отразить атаку. Ну, а как мы ее будем отражать? И я думаю, что конец уже будет близко. Мы с вами посмотрим в следующей серии. Если вы, конечно же, поддержите меня лайками. Напишите какие-нибудь комментарии. И я буду видеть, что вам действительно интересна эта игра. И мы с вами дальше продолжим. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Рассказывайте своим друзьям. Чем больше вас, тем лучше мне и приятней. Всем спасибо. С вами был Росси. До скорых встреч. Жду вашей активности. Пока.